Готов. Даете ли вы согласие на запись этого разговора и его последующую публикацию? Да. Как вас зовут? Воробьев Данил Сергеевич. Год рождения, число месяца? 26-11-1 год рождения. А где родились? В Вологодской области Говорцок. А где фактически проживали? В Вологодской области Говорцок, в пункте Луковецкая, дом 4-32. Братья, сестра есть? Есть. Старший брат, старшая сестра, младше сестра. А где вы учились? Я учился в школе, в Вологодской области Говорцок и Соколе. В третьей школе учился. Я потом учился в техникуме, в Сокольском и с промышлением также. Еще раз в техникуме? В Сокольском и с промышлением, в политехническом техникуме учился. Можете назвать своих классных руководителей в школе? Начальник школы была Валентин Александровна, фамилия, не помню. В среднестаршей школе, именно Леонидома. А директор школы? Султан была фамилия, не помню, какими отчествами. А несколько одноклассников? Лешин, Никита Андреевич, друг мой, недоклассник. Ну и Месельев, Има Максимевич тоже. Ну успокойтесь, пожалуйста, вы не на запросе, немного расслабьтесь. Тут у нас неформальный разговор, но вопросы, которые мы задаем, мы их обязаны задавать. Престащие. А как и когда вы попали в Украину? Ночь с 23 на 24 февраля 1992 года. Командир вот подошел ко мне, сказал, сесть в Урал и вылезать из остановки. А в качестве кого мы звонили с мамой? Алло, мам, привет. Алло, сынуля, это ты? Да, 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 привет. Что ты там? Мой сыночка, привет, как вы делаете? У меня все хорошо, ты узнавала что-нибудь там? Чай звонила куда-нибудь? Что, мы админопроизмом позвонили, президенту я отправила письмо, сейчас будем ждать ответа. В чате мы звонили, а мне надо, знаешь, чего? У тебя командир был в части. Надо что еще-то делать? Кто был командиром в части, что еще-то? Фамилию надо командира. Чтобы мы знали, на кого выходить в части, никого-то у нас нету. Ты вообще знаешь, да, что, типа, ну, наша армия России торгует с Украиной? Что-то происходит, знаешь? Ну, да, конечно. А? Ты что? Кто виноват, тоже, да, знаешь? Ну, вообще, ты видела видео или что-нибудь? Алло, кто нам? Алло. Алло, алло. Кого твоя мама винит в том, что ты сейчас здесь находишься? Мам. Да, да, да. Кого ты винишь, что я сейчас тут нахожусь? Я даже не знаю, чего ответить. Даже не затрудняется ответить. Я даже вообще обвинил тебя, что я тебя вообще отправил. Ладно. Ладно. Спрощай, пожалуйста. Россия, кто у вас был? Так, спроси. Ладно. Скажи, что в тебя сейчас может прилететь так само? Ну, короче, как бы, что и жители Украины, что и я сейчас. Ну, под большой опасностью, потому что так же может русская ракета прилететь и в меня, и... Сына, о которой я тоже думал. Да, я думала. Бомбят, и очень страшно бомбят. Не щадят вообще. Я знаю, сыночки, я смотрю новости. Ну, все, попарывали сейчас. Ну, дело, ну, все возможное. В часть ты, наверное, вряд ли дозвонишься, потому что там уже, как я знаю, командир полков живых нет. А как вообще? Это командир, а вот это сынок, скажи мне, пожалуйста, как его звать-то? Звание... Старший лейтенант Солков. Ничего не понимаю, что говорить. Старший лейтенант Солков. Ага, понятно. А какая первая буква цена? Солков. С. С, С. Да? С. Солков? Да. Солков? Да. Умор, что ты себя дает, это вообще. А ты так и не знаешь, на какой счастье... Нет, не знаю, он вообще где находился. Ясно. Ясно. Ты зайди в Телеграм, иди в Телеграме, там есть канал, ищу, ищи своих, так и называется. Ага. Вот там, видео про нас есть, там все есть, там вся информация. Про тебя будет? Про меня будет видео, сегодня, завтра, наверное. Да, завтра, потому что мы не успеваем. Завтра? Сегодня завтра, да, зайди в Телеграм, поищи. Ага. Хорошо, сыночек, зайду, вот на меня охота мне никуда заходить, конечно. Никогда меня политика не интересовала, тут такое говорится. Не переживай, короче, со мной, если что, все нормально, тут к нам относится, все хорошо, все хорошо, я не переживаю. Все, прощайтесь, ладно, мам. Подвони приличные, там что-то надо. Давай, значит, давай, милый. Все нормально, милый. Подожди звоночка. Все, давай. Давай, береги, спаси, сохраняй тебя Бог. Слушайте, как там вообще происходит, что тут речь идет о сыне, о видео с сыном, о том, что сын в плену, о том, что война идет, гибнут люди, а вот люди в России отвечают, политикой никогда не интересовались, при чем здесь вообще политика, мы что, законопроект обсуждаем? Она зайдет, она зайдет. Она подняла, говорит, на уши, там, полмиллиона человек полностью, мой, говорит, ну, где, откуда родом, тоже поднял, там, ну, 50 человек, отличная сухая, полмосква уже знают, там, ну, ну, хоть так, хорошо, хоть так. Вы рядовой, насколько я понял, да? Вы рядовой. Сколько лет? Я рядовой, 20 лет. 20 лет, контракт успели подписать? Нет. Нет, успели? Срочник. Срочник. Когда присяг был? Как минимум, второй срочник уже у нас, фактически, и один, которому сказали, что он подписал контракт, хотя бы он подписал. Сейчас скажу, ну, это было 17 июля, подписал контракт, о, и 7 июля. Сколько стрелял? До... С чего? Ночью, ни с чего. Вообще не стрелял? Нет. Вообще, ни одних стрелить не было? Нет, стрелить были, меня не было. А, а, подожди, какая должность? Стрелой помощи гранатометчика. А как помогать гранатометчику, ни разу не стреляв, и не видев, как это происходит? Я не знаю, как вы себя ощущаете, в качестве кого? Тот. Да. Конечно же, в качестве виновника. Ну, и то, что нас подставили, конечно, очень жестко. Кто вас подставил? Те люди, которые нам даже ничего не... Ну, в принципе, не сказали, ни о чем. Просто проехали сюда как мясо, и все. Мясо? А как, собственно, произошло задержание, да, ваших, или, знача в плен, что это было, да? Ну, 24-го числа, февраля, как нас, разбомбили колонну. Ну, я один остался же, никого больше не было уже. Откуда заходила ваша колонна? И куда? Были бедра, я не знаю, был в этом, в кузырь машины в раля, не ведом ничего. А куда и шли, ни приказов, ничего не сказали. Что вы можете в Россию передать ребятам, которые, как вы, сейчас сюда отправляются? Да, ну, да. Нет, даже если тот, кто еще не был, не был, ну, как сказать, не пошел служить, чтобы отказывались, то служат, чтобы тоже отказывались, чтобы ни в коем случае что они шли. Ну, потому что тут ни добра, ни жир, ничего. На себя какую-то вину или там угрозение совести, что его чужие? Да, я бы извинился перед жителями проявления за то, что вообще, ну, перед всеми, за то, что вообще, это все. Не, я понимаю, что вот вы, извиняйтесь, я уже просто не первые это делаете, я понимаю, что, наверное, вы так готовились выступать на пресс-конференции и так далее, это понятно. Я имею в виду, вот в себе внутри, как по-человечески, вы испытываете? мне очень жалко детей, женщин, жалко детей, детей в первую очередь, очень жалко, То, что я видел, вот эти кадры, это, что на самом деле. Если бы, перед вами стояла украинец, а вы с автоматом или гранатометом, с которого вы ни разу не стреляли, но тем не менее, так уж произошло, и что, какие ваши действия? Ну, не было всего даже оружия. Вообще, не было оружия. Я поехал, ты только применил, без оружия. Без оружия вообще? Вообще, без... Ну, стоп, штатка же какая-то должна была быть, то есть, вам же должны были показать, вот смотри, вот машина, вот здесь вот, твой автомат висит. Да, немного не так было, все там по-другому было. А как было, 23-го числа, но я с тропляком стоял, ну, знаете, что такое тропник? Ну, печку топит в палатке. Командир, это позвал просто, вот, я был в форме военной, командир, это позвал, сказал, он, садись в Урал, меняем место дислокации, переезжаем. Ну, я сел, все, на следующий день утром оказался, второй, в ударовом отсюда, все немножко, без снегжения, без жилета, без оружия, без всего. А все, что было в Урале, это спальный, мешки, матрасы, часть нарта, все, печка была, буржуйка. Не оружия, ничего. И дальше, потом, что было? Ну, потом колонну разбомбили, там, сорвалась, ну, шор. Два пацана, я не знаю, как они были, только по подразделению, они срочники были, у них не было, ну, не было места, где их жить, они жили в Урале. А много срочников было в колонне? Ну, со мной еще было, как минимум, остальных не знаю. Колонна, они же амута остались или нет? Колонна, нет, оба мертвы, у меня на глазах умерли. Да, вы же говорили, что вы один оставите. Сколько колонн было в машине? Колеса, техника все было. Это был Урал и КамАЗ. Две машины? Нет. Один Урал, примерно четыре КамАЗа. Два развернулись, как я вылез, как успел вылезти. После там обстрела, после осколочной, как прилетали гранаты, я как успел вылезти, в РОВ спрятаться. Два КамАЗа развернулись, уехали. Остался один КамАЗ, простреливный, а Урал, который у меня был, он взорвался, и там еще и КамАЗ тоже взорвался. Вас не забрали свои же? Нет, там никого не было. Нет, ура, КамАЗы, которые уехали, они же видели, что вы ездили на машинах? Не видели. Я вышел там метр, ну сколько, метр шестьдесят, наверное, они стояли от нас за перекрестком и просто развернулись, уехали все. Даже не попробовали вас забрать? Ничего не было, я там еще на снегу лежал, не знаю, минут двадцать, может, ждал пока. А как же вот это девиз, русские своих не бросают? Ну, я не знаю, что я тоже за девиз, не скажу. Ну, это реклама вашей армии, своих не бросают, типа слоган, своих не бросают. Нет, я не слышал такого. Буква З как нравится тебе? Английская буква З? Да, да, вот это сейчас, которая, свастика, новая. Нет. У вас какой знак был на машине? З, В или нолик? Нет, это вообще. Вообще не было ничего. Нет, у нас черный круг был и все. Ну, черный круг, нолик. И, ну, черный круг, там, с какой-то водкой, все, все, что было. Ну, тоже zero, как ни крути. Мне до сих пор непонятно, почему тебе не дали оружия никакого. Да ты уже и не поймешь этого. И, наверное, и я не поймю, и, наверное, и тот, кто его сюда отправил, тоже уже не поймешь. Да, он мертв, они мне сказали, что такого у нас, ломбили, и там, все друзья были, которые, ну, заслуживцы моих. А вы понимаете, что вам повезло? Да. Ре? Да. Ну, окей. Что-то добавить. Да, как бы я поломался. Есть что-то добавить? Селим, может, что-то скажи. Да, просто хочу сказать, что война, которая происходит, она не то, что даже бессмысленно, она должна начинать. И то, чтобы никто сюда даже не ссовался, больше всего. Надо остановить, тоже прекращать все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.